Заброшенный индийский стадион строительный лучшим образом подошел для первых заездов картинг-клуба. Уложенная по периметру еще в советские времена беговая асфальтовая дорожка, пусть и не в идеальном состоянии, но этот вариант лучше из имеющихся. К тому же жилые постройки далеко, значит рев моторов не особо побеспокоят жителей города. Первый заезд он всегда самый ответственный, а посему и начался с молебна. Гайки подкручены, топливо в норме, газ и тормоз проверены. Пора давать первый старт и открывать картинг эпоху в новейшей истории Инзе. Но вначале обязательный инструктаж по технике безопасности. Целый год мы к этому шли, готовились, собирали весь металлолом по Инзенскому району и области. То есть за копейки скупали, собирали. Вот на сегодняшний день у нас 7 единиц, которые на ходу и еще 8, которые в ремонте. То есть просим организации, древзавод, просим там тоже помогают нам, то есть вытащить какую-то запчасть. Ну и так, то есть кто чем поможет. Давайте готовься сегодня. Скажи перед этим друзьям. Древзав, выиграли? Нет. Здесь нет и выигравших, и выигравших. Фанат всего, что передвигается с мотором, дымит, коптит и несется с большой скоростью. Инзенский автопрофессионал Владимир Соболев может часами возиться с ребятишками и движками. Когда задумал открыть картинг-клуб первую задачу, которую перед собой поставил, чтобы все занятия были доступны для всех без исключения ребят. Это вообще бесплатно, то есть ни копейки денег нам не надо. То есть у нас просто СТО, на котором как бы мы занимаемся этим. Я сам на этом вырос, родился на этом спорте как бы и хочу детям дать того, чего у них нету. Я всегда рад, потому что ребята будут куда прийти, будет чем заняться. Это очень важно для молодежи. Ну мы поддержали, частично помогли в приобретении картингов. И мы давно дружим. Мы, конечно, всемирно чем можем, это поддерживаем. В конце заезда организаторы дали покататься и новичкам. Тут как при первом прыжке с парашютом. Заезд с тандемом. А всем, кто захочет прийти позаниматься в картинг-клуб, его организаторы напоминают. Гонки – это сладкий приз за дни, часы и недели. Кропотливого ремонтного процесса. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для Унправда.ТВ. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для Унправда. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для Унправда. Играет студия Барыша специально для Унправда.